Добрый день, уважаемые мамы! Мы с вами продолжаем разговор, как говорится, в прямом эфире. И сегодня я хочу вам рассказать в качестве такого, может быть, примера, как можно, не то чтобы объединяться, но как можно использовать различные способы именно создавать какие-то объединения, какие-то структуры и так далее. Потому что очень много дискуссий всяких и в чате, и в ютубе, и в предложении. Они не всегда реальны, не всегда правильны. Ну вот просто как пример я вам расскажу о создании структуры, которая, собственно говоря, много что изменила в здравоохранении в свое время Петербурга. И привело к созданию совершенно неожиданной новой структуры из формы работы. Значит, в середине 80-х годов мне предложили возглавить реабилитационный центр, один из первых реабилитационных центров в Ленинграде, тогда еще, потом в Петербурге. Он строился, я пришел на стройку. Центр этот был в отдаленном районе города, достаточно изолированном. И особенность этого района заключалась в том, что этот район заселялся по определенным социальным признакам. Во-первых, его заселяли, получали в социальное жилье, это семьи многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Их было, ну их собирали практически со всего города и предоставляли вот жилье в новостройках, в новых домах, вот в этом изолированном районе, который назывался Рыбацкое, бывшее село. Потом оно вошло в состав города, это вот были тогда стройки, тогда это жилье еще давали по очереди, без очереди. То есть тем, кому полагалось по законам того времени. Значит, центр был совмещен с детской поликлиникой. Это было единственное детское учреждение на этот район. Оно благополучно построилось. Мы начали как бы вот работать. Сначала, прежде всего, как поликлиника. И уже в первое время работы я столкнулся, как главный врач, с одной интересной особенностью. Дело в том, что штатное расписание, бюджетные деньги, оборудование и прочее было рассчитано на стандарт. То есть никто не озаботился мыслью, что специфика района совершенно другая. Большое количество больных детей, большое количество вообще детей, гораздо больше в пропорциональном отношении населения района, требовало другого финансирования. Но никто, естественно, это финансирование в плане наведения хозяйства не давал. И когда родители стали приходить, просить, требовать, чтобы... Ну, я понимаю их, и вы прекрасно понимаете, вы ходите своими детьми, вы просите, вы требуете. Никто ничего предоставить не может, потому что не может физически, просто нет. И тогда у меня родилась совершенно, ну, я считаю, да, вот похвастаюсь, я считаю, совершенно гениальная мысль, и очень необычная. Сделать, вот объединить вот этих активных самых ходоков в родительское движение. И тогда создалась общественная организация. Она получила название «Здоровье детям», ну, по типу, там, «Земля крестьянам», «Хлеб голодный», вот, «Здоровье детям». Вот, и причем эта организация... В каком году это было? Это было в 1989 году. Вот, она стала формироваться, причем председателем этой ассоциации стала мама. Мама, не я, никакого отношения мы к ней не имели. Стала мама ребенка, значит, инвалида, достаточно тяжелого ребенка, ну, такая активная мама, собрался костяк. Я стал зампредседателем этой ассоциации, и она была зарегистрирована как общественная организация, вот. Но, когда мы составляли устав, там было совершенно определенно закреплено, что все лечение, все медицинское обеспечение вот детей, входящих в состав этой ассоциации, это идет под контролем официальной медицины. И начались очень интересные вещи. Они заключались в следующем. Дело все в том, что в государственной структуре, ну, вот, те, кто работал в государственной системе, в те годы прекрасно знали, что государственная структура не имела никаких возможностей в плане ни получения со стороны ничего, ни покупки ничего, потому что не было средств и так далее. И вот началось очень интересное движение. Родительская ассоциация, как общественная организация, она стала добиваться помощи от практически всех структур. Это довольно такой район был промышленный. Там были крупные предприятия, работающие на оборонную промышленность и так далее, и так далее. И вот родители, причем там был очень интересный момент. Членами ассоциации не надо было вступать, не надо было платить никаких взносов. Членами ассоциации становилась любая семья, прописанная в этом районе. То есть семья приезжает, она автоматически становится членами этой ассоциации. Очень удобно. Многие даже не знали, что они являются членами ассоциации. Поэтому количество людей там становилось с каждым днем все больше и больше. Это было закреплено в уставе. И дальше начались интересные вещи. То есть те, кто... Вот родители, они ходили, они писали, им помогали. Причем помогали всем, кто жил в начале 90-х. Они прекрасно помнят, что это было очень тяжелое время. Это была практически карточная система. Это была система, когда со многих стран мира приводили гуманитарную помощь. Так вот, все приходило на родительскую ассоциацию. Приходила великолепная аппаратура. Понятно, что родители не могли сами использовать эту аппаратуру. Они передавали нам на хранение, на использование по договорам. Числилась она на них, а работали медики. Мы учили специалистов, мы работали с этой аппаратурой. И постепенно создалась параллельная лечебная сеть. То есть создался даже не революционный центр, а создалась определенная система помощи. Причем основной тезис, который мы проводили, это была бесплатность. Мы оказывали помощь, мы лечили детей абсолютно бесплатно. И постепенно вырабатывалась программа лечения. Туда входило огромное количество специалистов, которые получали зарплату от общественной организации. спрашивались, откуда деньги от фондов. Они создали целый ряд коммерческих структур, которые функционировали у нас в учреждении. Опять же, мы имели право сдавать помещение в аренду, и мы сдавали в аренду родительской ассоциации. Они открывали всякие магазинчики для детей, аптеки и так далее. Все это работало, все это приносило определенный доход. И деньги шли на оплату сотрудников центра, которые работали дополнительно по своему расписанию, отдельно на структуру. Дальше начались гораздо интереснее вещи. Мы стали использовать центр как не просто лечебное учреждение, а как учреждение социальное. И вот очень многие, тогда не было средств массовой информации, но если вы поднимете подшивки питерских газет или посмотрите записи программ знаменитых, ну таких, как, скажем, программа Невзорова, программа Белла Куркова, Пятое колесо, там довольно много рассказывалось о нашем центре. Мы стали использовать детей инвалидов для объединения. Стали создавать кружки, стали создавать, причем, в рамках лечебных. Вот смотрите, например, дети, страдающие бронхолегочной патологией, получили возможность заниматься на флейтах. Да, нашли организацию, которая подарила общественной организации набор флейт. И дети мы приняли на работу профессиональную флейтистку. Она была солисткой оркестра театра музыкальной комедии знаменитого в Петербурге. Вот, и жила там у нас, и работала какое-то время свободное, в центре, вела кружок занятий флейтой. Больные дети, дети с бронхиальной астмой, дети с недоразвитой ротовой мышцами, ротовой полости, которые плохо говорили, нечетко, они играли на музыкальных инструментах, причем не просто дули, а учились играть на флейте. Многие с удовольствием потом продолжили игру. Кто-то для себя, кто-то музыкальную школу даже пошел. Организовали кружок керамики. И опять же, смотрите, набор мелкой моторики. Дети лепили с родителями вместе, мы обжигали это, и устраивали аукционы. То есть дети продавали свои поделки, свои игрушки, дети инвалиды, которые многие с детским церебральным параличами, многие вот те же, скажем, с задержками развития и так далее, они своим трудом приносили какой-то доход в семью. Они чувствовали себя нужными, причем многие не могли работать руками, но с головой-то было все в порядке, поэтому они это прекрасно осознавали. Устраивали мероприятия совместно. До сих пор я помню реакцию, где-то у меня даже сохранились фотографии. Потом, может быть, продолжим, я покажу. Когда мы пригласили оркестр Ленинградской филармонии, у нас был неплохой зал, и вот оркестр Ленинградской филармонии играл для родителей этих детей поделенную программу в первом отделении, а во втором отделении играли дети-инвалиды. Это было впечатляюще. До сих пор вспоминаю, скоро мне тоже салфетки понадобятся, до сих пор вспоминаю, как плакали находящиеся в зале родители, персонал, когда дети по каким-то причинам не имеющие каких-то пальцев, кистеру, когда они играли на рояле, и музыканты профессиональные с именем народные артисты и так далее сидели в зале и плакали, глядя на этот концерт, это, конечно, стоило всех усилий, которые были направлены. Почему я вам это рассказываю? Я вам это рассказываю как пример формы, которая может объединить родителей в разных городах, в разных местах, поскольку есть общие цели, есть общие задачи, есть общие проблемы. И, говоря об этом, задача у меня направить вас, ну, скажем, ваши усилия немножечко в какое-то правильное рациональное русло, чтобы вы могли помогать и поддерживать друг друга, а не ругаться, не выяснять отношения и не доказывать, вот кто из вас прав и кто, скажем, вот на правильном стуле сидит, а кто сидит, ну, вот на стуле кривом. Поэтому не в этом дело. Дело в том, что при желании и при правильной организации можно совершить очень большие дела. Поверьте мне, что, вы не поверите, ну, тогда уже можно говорить, даже самые крутые, криминальные авторитеты Санкт-Петербурга, вспомните, 90-е годы, бандитский Петербург, все это прекрасно знают, так вот, ну, скажем, добрая половина очень дорогостоящей техники, которая стояла у нас в центре, а поверьте, что даже в Кремлевской больнице таких центров не было, нам подарили, ну, криминальные авторитеты, которые, видя, вот вообще, что происходит, вот, ну, к главному врачу приходили и говорили, вот, чем тебе помочь, что тебе надо, вот, сколько денег тебе нужно, я говорю, я не беру деньги, что нужно, вот, открываю каталог, какого-то, там, уникального прибора, я говорю, вот, мне нужно это, хорошо, нет проблем, через 2-3 недели приносят ящик, где вот этот прибор, с которым мы работаем, поэтому, кстати, вот, прошло столько лет, а вот эта ассоциация в Петербурге работает до сих пор, она имеет немножко другое название, вот, но, если вы наберете в интернете, там, да, она находится в центре города, по-моему, на Моховой улице, если вы наберете до сих пор, вот, родительскую ассоциацию здоровья детям, она вам даст информацию о том, что есть, и, самое интересное, что председателем этой ассоциации является одна из мам, которая входила в свое время в правление этой ассоциации, до сих пор, вот, председатель, она уже вышла, и, опять же, интересно, вот, Дарит все время говорит, почему люди уходят из чата, они уходят из чата, потому что их дети поправляются, и они больше не хотят, так вот, мама, председатель ассоциации, много лет, вот, я уже уехал в Израиль, она еще была председателем, пока не вырос сын, он, бывший инвалид, он вырос, он выучился, он получил степень, он прекрасно работает в бизнесе, очень успешно, вот, и она ушла, она бросила это дело, чтобы ей ничего не напоминало о том, какие годы она пережила, а сейчас председатель другая жизнь, но она начинала вместе с нами, она была в правлении, вот, Маргарита Петровна Урманчеева такая есть, можете с ней связаться, честно говоря, про фейсбук я не знаю, а вот, ну, думаю, что есть, вот, потому что Маргарита Петровна или Сергеевна, не помню фамилию, Урманчеева, 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 вот, так что можете поговорить, можете, я не сомневаюсь, что она помнит, как мы начинали, и как это было, вот, это к вопросу о том, что все, вот, профессиональные врачи, вот, вас не любят, вас не понимают, на самом деле не все, иногда бывает, что просто нет возможности физической, и нужно искать какой-то выход, и вот выход оказался найденным таким очень интересным образом, ну, о центре, все-таки, 15 лет я им руководил, и можно рассказывать очень долго, потому что были масса интересных вещей, масса интересных происшествий с ними, ну, один очень интересный момент, в Петербург приехал цирк, типа цирк Шапито из Узбекистана, чем он был интересен, были очень интересные животные, а перед нашей поликлиникой была очень большая площадка, ну, там, газоны, аллеи и так далее, я с ними связался и попросил, говорю, ребят, ну, молодые ребята, я говорю, ребят, ну, что вам стоит утром, вот у вас выступление и вечером, ну, дайте несколько человек, чтобы они устроили выступление на открытой площадке перед центром, и вот представьте себе, дети идут в поликлинику с родителями, родителями, а их встречают перед этим, там, клоуны, цирковые артисты, верблюды, вот, скачут и так далее, и так далее, было очень весело, они самим понравилось это, артистам, они прыгали там у нас где-то 2-3 дня, пока были здесь, причем все это смотрели, всех катали, это было очень интересно, и вот таких мероприятий у нас были, ну, очень часто, и дети с удовольствием шли в нашу поликлинику, как вот в какой-то музей, в какой-то зал, где им было очень интересно, стены были разукрашены всякими панно, связанными со сказками, это все было очень красиво, это рисовали дети, выпускники художественной школы, это было их дипломные работы, за которые, естественно, платить не надо было, потому что их была дипломная работа, какая им разница, что, где рисовать, а тут они сделали доброе дело, нам всегда шли на очень такие вот, ну, отзывались, потому что это для детей все было сделано, поэтому я настоятельно вас прошу не заниматься какой-то, вот какими-то утопическими мыслями, а попытаться, ну, как бы организоваться, вот, в какие-то реальные, может быть, структуры, которые занимаются не выпрашиванием, вытребованием, и собиранием денег, а вот развитием, развитием детей, вот буквально вчера я увидел очень интересное направление, когда вы стали делиться возможностью организации детской комнаты, вот это очень интересно, вот, когда это происходит организованно, когда это выливается в реальную пользу для семьи, то в этом есть смысл, а как это будет называться, как это будет организовываться, это на самом деле совсем неважно, вот, есть, как бы, руководитель, есть, вот, человек, с которым вы всегда можете посоветоваться, обратиться, вы это прекрасно знаете, Давид всегда поможет вам и подскажет, вот, а вот, как бы, активность на местах, она может вполне сходить от вас, так что, если вы хотите каких-то подробностей, если вы хотите вот о чем-то спросить, о чем-то поговорить или что-то, скажем так, дополнить или посоветовать на сегодняшний день, по сегодняшней возможности гораздо больше есть информация, есть всякие социальные сети и так далее, и так далее, то есть создание вот таких контактных групп, оно на самом деле гораздо проще, чем было тогда, поэтому, пожалуйста, вот вам один из примеров, когда это реально может работать, ну и спасибо за внимание, сказать, рад, что поделился с вами этим, всего доброго, берегите себя, будьте счастливы. Игорь Негода,